Девушки отдыхают Хадж – обязанность для каждого мусульманина, если имеется возможность. Организованно, спокойно идем. 2000-е годы. Рейсы с паломниками из Дагестана. Ежегодные бесплатные путевки от Сулеймана Керимова давали сотням мусульман ту самую возможность совершить обязательный столб ислама и помолиться у священной Каабы. Но вскоре и этой возможности люди были лишены. Рассчитывать приходилось только на себя. С наступлением эры интернета и социальных сетей, розыгрышей и гивов, бесплатные айфоны дарили за подписку на каждом шагу. Организаторы конкурсов стремились разыграть что-нибудь ценное. И вдруг... Меня осенило. А какой подарок может быть ценнее поездки в Хадж? Так впервые мою голову посетила мысль дарить людям ту самую забытую возможность бесплатно попасть на святые земли Мекки и Медины. Ровно пять лет назад, 5 декабря 2016 года, я впервые пришла в офис Марва Тур со своей идеей. Сейчас я понимаю, каким смелым на тот момент был шаг для никому неизвестной девушки. Но для любого успешного проекта нужна команда. Я понимала, что мне нужна помощь и единомышленники. Я помню, когда пришла Фатима с этой идеей, мы не были знакомы в этот момент. Фатима пришла в нашу компанию. Первое, на что обратила внимание, то, что человек очень заряжен своей идеей. То есть видно, что она относится к своей идее не как-то формально, не как к какому-то такому формальному проекту. Человек искренне убежден и верит в проект, верит, что будет перспектива как бы и развития этого проекта. Она пришла, стала рассказывать как бы так в общих чертах. Хадж и умра, это религиозное паломничество, это такая тема очень щепетильная, в которой нельзя допускать какие-то, допустим, ошибки, которые могут повлиять в целом на имидж организации паломничества. В этом именно смысле нам приходилось, конечно, более так тщательно подходить к вопросу сотрудничества с каким-либо проектом. И конкретно с этим проектом мы все-таки решили попробовать. И сам проект был направлен на популяризацию именно умра. И наша компания видела, что нужно как можно больше дать знать людям о том, что религиозное паломничество, что это очень хорошая альтернатива любому другому отдыху, к которому наши люди привыкли. И как бы это одна из основных таких причин, по которой мы решили с проектом начать сотрудничество. Вот так все и началось. Поначалу я думала сделать один конкурс, и все. Запустить второй меня подтолкнули сами участники. Тогда их было около 40 тысяч. Я хорошо помню первых паломников, первых победителей. Для меня они особенные, потому что разделили со мной эти первые шаги. Мои руки дрожали, когда я в первый раз набирала текст сообщения «Поздравляю, вы выиграли поездку в хадж». Ведь это не просто приз, не просто розыгрыш. Это исполнение чьей-то заветной мечты. Дорога к Каабе, куда попадает не каждый, а лишь тот, кого позвал Всевышний. Осознание, что именно Его выбрал Всевышний Аллах, и мне предстоит обрадовать человека такой новостью, это невероятное чувство. И даря другим такие эмоции, я ощущаю себя так, словно каждый раз выигрываю путевку сама. За пять лет проект Умрахадж осчастливил около 300 человек, почти 300 избранников, которых Всевышний пригласил к себе. И эти слезы говорят о том, как сильно они об этом мечтали. Но сегодня Умрахадж — это не только бесплатные путевки на святые земли. По милости Всевышнего, наш с вами общий проект стал мощной силой добра, созидания, сообщества творческих людей. Вместе с вами мы стараемся разными способами сделать этот мир чуточку лучше и светлее. Мы дарим так полюбившиеся людям вечера нашидов, наполненные теплотой и особенной атмосферой. На нашем счету уже около 20 подобных мероприятий. И на каждое практически всегда не хватает мест. Первый раз Патимов с нами вышла на связь, пригласила нас на очередной свой розыгрыш Умрахадж. Умра, она проходила, вот этот розыгрыш проходил в Гранд-Плазе. Потом, после этого, мы сели втроем, посидели, обсудили. Нам очень много обращались люди, говорили, предлагали, давайте сделаем ваш сольник. Но те условия, которые предложила нам изначально, ну, как Фатима, естественно, вот так нам понравилось, мы сразу сказали, давай, если мы сделаем на хорошем уровне, на таком уровне, который до сих пор никто не делал, то мы согласны, будем в дальнейшем работать тоже все. Мое сердце печалью полно, что родиться с тобою не смог. Это счастье меня обошло, мир и милость тебе, о пророк. Мы предполагали, что может быть какой-то интерес, людям интерес будет, но что такой интерес будет, вообще даже думать не могли. Еще много людей хотели, просили, быстро оргкомитет собрались и приняли решение, что мы будем второй день тоже организовывать. Второй день тоже объявили, что будет вечер, на второй день тоже полностью билеты продали. Еще после этого вечера сделали, потом дальше, больше, как вы уже знаете, недавно уже мы мировых звезд пригласили. Ну, это как бы, Фатима свою работу делает, мы свою работу делаем, у каждого так распределено, с командой вместе, у каждого свои функции. И, альхамдулля, этот вечер тоже шикарно прошел. Но и вечера нашидов – это еще не все. Вместе с нашими подписчиками и спонсорами мы проводим благотворительные марафоны «Твори добро», где дарим путевки на хадж малоимущим или просто помогаем справиться со сложной жизненной ситуацией. Все это, разумеется, не было бы возможным без поддержки и сплоченности людей. В самом начале я ощутила невероятную поддержку от своих родителей и самых близких людей, которые верили, подбадривали и даже выполняли работу и самые разные поручения. Для меня проект «Умрахач» – это возможность быть причастным к благому делу, дарить счастье людям. Я благодарна Всевышнему, что я нахожусь в этой команде. Сформировавшаяся команда «Умрахач» – это люди, которые присоединились на этом пути, и они стали для меня настоящей семьей. С проектом я познакомился еще в 2017 году, когда Фатима пришла заказать логотип. Камиль нас познакомил, и с тех пор началась моя история в проекте «Умрахач». Я каждый день вижу новые эмоции людей, радостные эмоции, когда человеку включают путевку, люди не сдерживают слезы. И это очень сильно вдохновляет меня как дизайнера на новые какие-то работы. И это причастно к чему-то большому и благому. И я благодарю Всевышнего за то, что он послал каждого человека в нужный промежуток времени. И эту поддержку Всевышнего через людей я всегда ощущала. Трудности есть в любом благом деле. Но проекту всегда оказывалась поддержка, начиная от Муфтията Республики Дагестан, до простых, абсолютно незнакомых нам людей, ставших нашими любимыми подписчиками. И, конечно, благодаря щедрости спонсоров, которые видели благородную цель и хотели быть частью этого. Оглядываясь назад, на эти прошедшие пять лет, я понимаю, что нахожусь там, где должна быть. И что, возможно, Всевышний сохранил мне жизнь в тот день, чтобы я стала частью его замысла, его прекрасного плана, согласно которому он дарит людям счастье и надежду. Для меня проект Умрахадж — это та самая уникальная возможность сделать этот мир лучше, а людей — счастливее. И без вас нас бы не важно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok